Славянские литературные дожинки все лето проходят в 14-й раз, и они собрали 150 удельников с трех славянских краин Беларуси, России и Украины. Три дни по этой письменнике, вопытные и юные, будут находиться у атмосферы абсолютного яднания. Быть срод однодумцев, людей, которые, разумею, тебе спал слово «великая солода». Все летний фестиваль мая свои отметности, которые не только упрыгожили святотворцев, но и сделали его больше грунтовым и сместовым. Найперш, это конкурс «Мое слово». Кали ранее мы проводили разрозненные конкурсы, по певных номинациях особенно, и это не гублялося в просторы. То есть теперь все лета мы решили сделать один, але в разных взрослых категориях, от 14 до 25-ти годов и от 25-ти годов и выше. Усех, кто пишет поэзию, прозу, мы запрошали до уделу в этом конкурсе. Конкурс вот так называется «Мое слово», значит, от меня особисто, и оно повинно прийти до читача, альбо до того, с кем я хочу поделиться. В этом конкурсе приняло вдел свыше 250 жахаров Гумельской области. Я лечу, что это шмат. По крайней мере, за 14-е годы в Пишинюка в конкурсе приняло столько вдел. Подчас фестивалю замежные гости кажут, что на Гумельшине створена на заздрость уси моцная литературная школа. Юные поэты и прозаики мают макшимость не только презентовать свои творы громадскости подчас шматликих литературных конкурсов, а и отримливать подтримку в опытных майстров слова. В Гумельской области очень серьезная поддержка оказывается молодым литераторам. Это постоянные конкурсы, постоянные мероприятия. А вообще в рамках нашего фестиваля один наставник из числа опытных литераторов, член Союза писателей Белоруссии, либо какого-то другого союза, курирует работу двух молодых авторов. То есть непосредственно помогает в работе над поэтическими переводами и в выполнении конкурсных заданий. Ксения Макаревич на фестиваль «Славянские литературные дожинки-2019» приехала с Шаширска. Хена вучится у 11 классе, а верши и прозаичные творы пишет с детячего сада. Кажет, что нема одной тема такие жанра, ее досподобы экспериментовать с формами и стилем. Девчина вельми любит, когда на уроках задают написать сочинение на вольную тему. Кажет, что проза больше по души. Тут можно не обмяжовываться неколькими слубками, а выражать свои думки без оглядки на хронометраж. Больше я даю предпочтение прозе, потому как мне кажется, что в поэзии мои мысли все-таки ограничиваются тем, что нужно подбирать под рифму правильные слова, а в прозе я могу говорить абсолютно все, что лежит у меня на душе. Меня это безумно радует. На любую тематику абсолютно свободная тема. Я безумно рада, когда в школе нам предлагают поучаствовать в каких-то литературных конкурсах, где тематика заранее говорится, что она свободная. Это меня не ограничивает в литературном, в моем плане. Фестиваль будет продолжиться еще два дня. Завтра письменники выступят перед студентами ГДУ Мяфранциска Скарыны и подпишутся договор о супрационнистве. Так само литераторов будут примать у климовцы Гомельского района, тепройде передача книг библиотеки, которая потерпела от пожара. 14-го, в день города, письменники сберутся у Гомель, у скверы и Мяграмыки. Марина Джала, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района.